В Краснодарском президентском кадетском училище состоялось торжественное открытие и освящение памятника святому благоверному князю Александру Невскому. Начальник училища генерал-майор Геннадий Барковский вместе с главой города Евгением Наумовым открыли памятник. В торжественной церемонии принял участие митрополит Екатеринодарский Кубанский Василий. В сослужении секретаря епархиального управления Протерея Дмитрия Руднева, а также благочинного городского церковного округа Протерея Александра Игнатова и духовенства городских храмов Владыков совершил молебен и осветил памятник. И сегодня, милостью Божию, мы воспринимаем уже большую часть своей жизни именно как служение, ради которого каждый из нас получил дар жизни и дар веры в Бога. И вот это служение, оно не только бывает ратным, это служение, как когда-то, я помню, меня остановил один офицер на дороге ДПС и когда проверил документы, говорит, вы где работаете? И тут же поправился, простите, вы где служите? Потому что я, говорит, тоже служащий и вас воспринимаю тоже как служащих. Только мы служим Богу, а офицеры служат и Богу, и Государю, нашему Отечеству. Сегодня мы видим девиз на храме, посвященном Александру Невскому, на котором написано «Не в силе Бог, а в правде». Но вот эти вот слова верующего князя, твердо уповающего на Бога, указали на то, что кто стоит за правду, кто поднимает оружие за эту правду, тот будет иметь помощником себе Бога. Воюющий за правду, за ту истину, ради которой мы и принимаем крещение, принимаем веру, Бог помогает человеку. И не сила оружия побеждает, не мощь, а именно сила духа. И вот этого бы сегодня хотелось бы нам всем пожелать, что вот этот девиз «Не в силе Бог, а в правде» был нашим девизом на всю жизнь, пока бьется наше сердце. Трехметровый монумент благоверного князя установлен рядом с храмом-часовней в честь святого. Александр Невский, облаченный в воинские доспехи, изображен в полный рост. В руках он держит меч, а за его спиной развивается боевой стяг русского воинства с ликом Христа, с которым он шел на битву на Чудском озере. В этот день кадетскому училищу было подарено знамя победы – спас нерукотворный. Лик нерукотворный спаса. И вот эта первая икона, она помещается на красные полотна наших воинов, которые также, имея его, имеют перед собой символ этого непобедимого оружия, и вместе с ним идут вратный бой. Поэтому нам хотелось сегодня, чтобы этот вот флаг, эта символ, эта икона, хорубь была и хранилась в нашем кадетском училище, и, может быть, когда-то вы с ней, глядя на нее, совершите свой личный подвиг. В завершении, владыка Василий окропил святой водой офицеров, преподавателей и кадетов училища. В этом году в нашей стране отмечается 300-летие перенесения мощей святого князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Покровитель русского воинства, защитник веры и Отечества, занимает особое место в памяти русского народа. Мы, россияне, мы в ответе За край любимый, за страну За день, пришедший на рассвете За солнцесвет и тишину За небо нежно-голубое За звезды яркие в ночи За отчий дом, где все родное, Где сам от детства напиши Любите Родину, она одна и навсегда Любите Родину, она нам Господа дана Храните Родину, а зла, тревоги и обид Любите Родину, и пусть Господь нас всех хранит Господь хранит Десятый путь прямо стали напрямую Равнение на великого князя Александра Невского Шагом! Порш! Порш! Как важно, что памятник будет находиться рядом с главным зданием кадетского училища И поистине станет напоминанием подрастающему поколению О заступнике нашей Родины и хранителе веры православной Святом благоверном князе Александре Невскому И пусть это даст возможность почувствовать молодому поколению Что они являются наследниками его веры, надежды и любви к Отечеству И хранителями культуры нашей страны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова